МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Катя, а ты там что делаешь? Планирую свой день, Руслан. С самого утра необходимо расписать все свои дела и не забыть про увлечение. Какая деловая? Все расписала? Нам пора начинать. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. А мне все же интересно, что у тебя там за задача на сегодня. Во-первых, пообщаться с нашими телезрителями и подарить им отличное настроение. Точно. А кто же в городе дарит телезрителям настроение? Руслан, давай скорее посмотрим, как украшали город в прошлом году. Да, давай посмотрим. Питуния, бархатцы, бегония, розы. Время однолетников пришло. Декоративные растения украсили улицы Одинцова. Работы по озеленению в этом году начались перед майскими праздниками, 26 апреля. Недавно мы озеленили улицу Северная, посадили туда цветы тагетисы. Также мы формировали новые клумбы на улице Недельное пересечение с улицы Молодежной. Там образовалось новое круговое движение. Соответственно, мы этот круг силами нашего отдела мы его облагоустроили. Сначала высаживают первую партию цветов. Затем начинается ежедневный уход. Полив, прополка и посадка новых растений вместо тех, что уже отцвели. Внесение удобрений и правильный подход значительно продлевают жизнь клумбам, рассказывают сотрудники МВУ Одинцовское городское хозяйство. Сажаем всегда в шахматном порядке. Это удобно для цветов и удобно нам. Конечно, погодка сегодня нас подвела, жарко сильно. Ну, стараемся. Потом после посадки мы польем, конечно, все будет хорошо. В отделе благоустройства работает 20 человек. Эти люди озеленяют и делают наш город ярче. Артем трудится в любое время года. Погодные условия ему не страшны. Сильная жара или снег в мае к такому тоже готов. Мы занимаемся приемкой цветов, работой с грунтом, разносим цветочки на клумбы, ежедневный полив, дизайн самих клумб, в принципе, обработка кустиков и всего прочего в нашем городе. Сейчас идет посадка цветов на кругах улиц Маршала Жукова и Чикина. Высадка всех клумб завершится к 1 июля. Берегите цветники, не топчите и не выкапывайте растения. Цветы дарят хорошее настроение и украшают город летом. Какая красота! Наши жители, кстати, сами украшают дворы, сажают цветы и делают поделки. Вот это да! Интересно, будут ли принимать участие жители в благоустройстве в этом году? Об этом расскажет наш корреспондент Эмилия Аракелян, рубрика «Про опрос». Всем привет! Это рубрика «Про опрос». Что больше всего радует одинцовцев весной и участвуют ли они в благоустройстве, узнаем сегодня в нашей рубрике. Радует весной погода. Какая погода? Хорошая, солнечная. А участвуете в благоустройстве? Участвую, но не очень пока. Только вокруг школы своей. Зелень, цветы. А вот вы участвуете в благоустройстве? Нет. Все расцветает, листочки, цветочки появляются, тепло, поэтому радует. Природа радует весной. А в благоустройстве участвует? В благоустройстве? Ну, наша управляющая компания, если вызывает на субботники, то мы, конечно, участвуем. Да все радует. Жизнь хороша и жить хорошо. Весной солнышко радует, цветочки, листочки. А участвуете в благоустройстве? К сожалению, пока нет. Но вот в садике участвуем, помогаем все это делать. Ну, вот так. Вот чем в садике занимаетесь? Красим, убираем территорию. Ну, во-первых, позитив появляется, потому что тепло. Радостно на душе, естественно. С вами была Эмилия Ракелян. Пока-пока. Катя, что там у тебя еще в твоем списке дел? Так, знаешь, я думаю, самое время узнать, что же думают звезды. Да, давайте послушаем. Рубрика «Про гороскоп» с нашим экспертом Викторией Штельхорн. Доброе утро. Меня зовут Виктория Штельхорн. Посмотрим, что вам порекомендуют карты на сегодняшний день. Овны. Для вас на сегодня рекомендация – это четверка жезлов, которая направляет наше внимание на очаг, дом, уют и комфорт. Сегодня вам рекомендуется немножко себя сдерживать и даже сохранять силы, энергию. Если вы чувствуете, что что-то провоцирует вас, и вы прям хотите сорваться, поделиться, потратить очень много сил, вспомните об этой карте «Четверка жезлов». Энергии понадобятся дома. Возможно, потребуется даже ваша поддержка близким, семье, родственникам, близким друзьям. Подумайте о том, где требуется ваше внимание. Тельцы, рекомендация для вас – это двойка Пентакли – действовать грамотно, обдуманно, действовать очень расчетливо и заботиться о балансе, о том, чтобы не вы оказались никому должны, и чтобы вам никто не оказался должен. И кроме того, двойка Пентакли смещает наше внимание на финансы, на вопросы здоровья, на вопросы организма, любые потребности нашего тела, а также нашего кошелька, можно так сказать. Есть смысл сегодня удовлетворить. Близнецы, для вас Аркана сегодня – это колесница, седьмой старший Аркан, который является буквально стрелой, мчащийся, несущийся вперед, не смотрящий назад и в прошлое, а видящий только цель и будущее. Рекомендуется вам придумать для себя ту самую цель, которая станет для вас направлением, которая укажет вам направление, куда двигаться, что делать в сегодняшнем дне, чтобы прийти к этой точке в будущее. Раки, рекомендация для вас на сегодняшний день – это четверка Пентакли, которая рекомендует вкладывать внимание в себя, вкладывать ресурсы в себя, вот именно вкладывать, инвестировать, сохранять, вообще обращать внимание на любые направления, связанные с инвестициями, с недвижимостью, с домом, с уютом, с семьей, с очагом, со всем, что может стать для вас базисом, основой, почвой и поддержкой. Вот во все эти направления вкладывайте сегодня внимание. И также четверка Пентакли рекомендует позаботиться о стабильности, а даже некоторой рутине. Все-таки в некоторых направлениях нам нужна предсказуемость, стабильность и надежность. Львы, Аркан для вас – это император. Уверенность в своем слове, надежность, крепость и, я бы даже сказала, такая честность. Поработайте над тем, чтобы ваш образ действительно стал образом, на который могут положиться, которому могут доверить. Поработайте над своей, может быть, даже внешностью, либо внешним обликом. А также рекомендуется осознать некоторые аспекты, связанные с защитой самого себя и своей семьи. Достаточно ли вы защищаете себя, свои границы, свое мнение, свою позицию? Вот сегодня прям особо сделайте на этом акцент. Девы, для вас это четверка мечей, которая одним выражением говорит, что надо подождать. Вы все, что уже могли, сделали. Надо подождать. В течение сегодняшнего дня прям не гонитесь, не спешите. Нужные действия вы сделали. Чтобы что-то поменялось, чтобы что-то произошло, надо дать время. Надо подождать, чтобы все сложилось самим, самостоятельно. Не на все мы можем повлиять. И вот для вас сегодня, Дева, это важный девиз. Спокойствие. Весы. Рекомендация для вас. Девятка мечей. И это не идти вширь, а идти вверх. Возможно, сейчас вы находитесь на какой-то важной точке вашей жизни. Возможно, сейчас на вас большая нагрузка, большая ответственность. Либо у вас просто очень много мыслей разноправных, которые заставляют вас думать и влево, и вправо, и во все стороны. Успокойтесь. Вы со всем справитесь. Поверьте в себя. Не думайте, что вы это не выдержите. Вы можете выдержать даже большее. Все уладится. Скорпионы. Для вас рекомендация тут жезлов. Действовать, быть активными, брать внецетию в свои руки. И сегодня вашей победой может стать не просто гениальная идея и план, не просто прекрасное настроение, а действительно вовремя сделанное дело. В нужное время, в нужном месте, нужное дело может сделать для вас успех. Поэтому берите это все в свои руки и полный вперед. Будьте активны, проявляйте ту самую инициативу. Стрельцы. Для вас аркан – это король жезлов. И король жезлов не просто так берет и делает все самостоятельно. Он вовремя усматривает, что могут сделать для него другие. Не побойтесь делегировать какие-то задачи. Ну что же вы все сами и да сами. Может быть, кто-то вас может помочь. Может, кто-то вас может поддержать. Кто-то может взять на себя какие-то обязательства и сделать это даже с удовольствием для вас. Подумайте об этом. Но также король жезлов рекомендует строить глобальные планы. То есть не просто сиюминутные на сегодня или на завтра, а на очень-очень далекий период. Пришло время, можно планировать. Козероги, для вас рекомендация – это пятерка жезлов, которая связана на самом деле с одним очень важным аспектом – это активность. Иногда мы настолько увлекаемся рутинными делами, что превращаемся в такое, знаете, пассивное проживание. Все становится достаточно ровным, предсказуемым. Нужна какая-то взбучка, нужна какая-то энергия, изменение, движение. Потому что если вы сегодня этого не запустите, возможно, это само каким-то образом произойдет, но не в самый приятный момент. Поэтому будьте активней. Водолея для вас на сегодняшний день карта жрица, верховная жрица, второй старший аркан, который направляет все внимание внутрь себя, на вашу интуицию. Обратите внимание на вашу интуицию, на ваше предчувствие. У вас какой-то период, возможно, сейчас даже, когда вы особо чувствительны, не только относительно себя, но и относительно других. Поэтому если к вам будет тянуться за советом, за просьбой, как практически к психологу, будьте щедры, помогите человеку. У вас сейчас особо сильная интуиция и чуйка. Рыбы. Умеря носить 14-й старший аркан, рекомендуют приводить многое в баланс. Это карта, я бы сказала, успешной жизни, когда человеку удается сочетать очень разные грани своей жизни, очень разные сферы, успевать везде, быть разным и одновременно наслаждаться жизнью, быть в моменте и при этом сочетать разные стороны себя и сфер жизни. Поэтому держите баланс, найдите эту точку, которая станет для вас центром, и вы все успеете. Прекрасного дня. Руслана, ты знаешь, что 18 мая Международный день музеев. Сохранение опыта и обмен знаниями между представителями разных культур – ключевые задачи этого праздника. Как здорово, я как раз и не иду на выставку. Знаешь, ты боишься насекомых, но сегодня день майского жука. Надеюсь, этой весной они не будут в меня врезаться. Сегодня еще день без грязной посуды. И знаешь что? Значит, мы сегодня идем в ресторан. Да, видимо, это тоже в твоем списке дел. Да, и это тоже. И, кстати, самое время освоить новое хобби или направление. И знаешь, на чем я остановилась? У тебя так все быстро меняется, я не могу остановиться на чем-то одном. Давай попробуй догадаться, это с чем-то активным связано? Руслан, ну конечно же. Я пойду осваивать воркаут, уличный вид спорта. Давай посмотрим. Да я только с удовольствием. 20 раз на каждую ногу, то есть всего 40 раз. Считаем. Раз, два, три. Выпады, отжимания, упражнения на взрывную силу, приседания. Для этого не нужен спортзал. Все упражнения ребята выполняют на улице с использованием собственного веса или тренажеров. Проект называется «Свободные тренировки». Опять же, он базируется на базе Одинцовского молодежного центра. Значит, тренировки для всех желающих. Так получается, что у нас основная, основная наша контингент – это ребята до 18. На открытой воркаут-площадке тренировки проводят по вторникам, четвергам и пятницам. Ребята готовятся к сдаче ГТО. Учатся новым элементам. 13-летняя Аня хорошо отжимается. Спорт отлично мотивирует, признается девочка. Я занимаюсь здесь уже три года. Здесь очень весело, хорошо тренируют. Все дружелюбные. Близкие юных атлетов просто в восторге. На тренировку как на праздник. У организаторов получилось заинтересовать ребят, говорят родители. В остальное время занимается ребенок смешанными единоборствами. И в прошлую переаттестацию осенью, то есть вот вместе с Сергеем, с другом, они были на переаттестации одни из лучших. Тренер по ММА сказал, ого, ничего себе, вот это физподготовка. Проекту «Живут спортом» уже более трех лет. Команда продолжает расти. Присоединяйтесь и вы. Записаться на бесплатные тренировки можно в группе ВКонтакте. Быть здоровым, сильным и подтянутым сегодня в тренде. Очень важно найти себя в спорте, поэтому пусть ребята не боятся, пусть ребята пробуют, там многие, да, там родители зачастую, там мне, честно говоря, тоже это говорили, что там, мужи, выбери свое. Я вот был в поиске, соответственно, нашел свое, то, что мне интересно, тем я и занимаюсь, поэтому пусть ребята не боятся, пусть экспериментируют, находят свой вид спорта и там достигают успехов. У нас в студии руководитель движения «Спортволонтер» Владислав Родионов. Здравствуйте. Доброе утро, Владислав. Доброе утро. Владислав, расскажите, что такое вообще воркаут и популярен для нас сейчас в Одинцово. Да, воркаут – это такой вид спорта, значит, он подразделяется на два вида. Это силовые упражнения, сейчас уже появился третий, кстати говоря, стритлифтинг. Значит, силовые упражнения – это отжимания, подтягивания и брусья, то есть, ну, это обычная силовуха. Значит, второй вид – это ребята показывают, что они умеют делать на турниках, различные элементы, там, выход силы, им очень-очень много другого, очень долго будет перечислять. И сейчас вот появился третий вид, значит, он похож на силовой. Спортсмены делают одно движение разовое, то есть, это, грубо говоря, одно отжимание с дополнительным весом. То есть, соответственно, в зависимости от количества этого выбранного веса, распределяются первое, второе, третье места. Кстати говоря, по этой дисциплине даже уже выдают корочки мастеров спорта, кандидатов, то есть, это уже прям спорт-спорт совсем. Ничего себе, то есть, это как, вот там есть жим на раз, например, а это вот упражнения с максимальным весом, да? Ну, это жим, народный жим, пауэрлифтинг, а это вот стритлифтинг, то есть, такое вот название. Ну, здорово. Да. Владислав, а для кого подойдет этот вид спорта? Это девушки тоже могут заниматься? Да, разумеется, девушки и занимаются. Девушки больше, конечно, наверное, занимаются как раз воркаутом, показывая элементы, то есть, они легкие, да, и очень-очень зачастую могут даже показать конкуренцию парням, сопоставить. Значит, в силовых видах спорта девушек, конечно, меньше, но тоже, опять же, у нас на соревнования, которые мы организуем в Одинцово, ежегодно там летняя серия наших соревнований, приходят девушки и показывают очень хорошие результаты. То есть, просто могут тоже заниматься на улице, не ходить на фитнес? Да, да, конечно, на улице можно очень просто заниматься, достигать плюс-минус тех же самых результатов, если это, как бы, опять же, я уже рассказывал вам, да, что у нас основа любого результата составляет три столпа. Это правильные тренировки, более-менее, да, занятия спортом, постоянно физическая активность. Это, разумеется, сон. То есть, человек также должен отдыхать для того, чтобы перезагружалась нервная система центральная. И питание. Питание имеет тоже очень важную роль. В период, значит, сушки человек должен кушать в среднем около двух-трех грамм белка на вес, один грамм жиров, жиров имеется в виду омега-3 полезных, и все оставшееся должно быть это углеводы. То есть, да, и правильное питание, с утра ты кушаешь больше углеводов, вечером больше белка. Вот, соответственно, в период массонабора, наоборот, у нас больше углеводов, меньше белка. Соответственно, потому что масса набирается за счет углеводов. В общем, без математики никуда. Надо считать и смотреть, что ты ешь, и наоборот, сколько не надо есть, да, что не надо есть. Да, да, это как и математика, так и на самом деле сейчас тоже в том же самом интернете и приложении на телефон можно найти программы типа колоризатора, туда, грубо говоря, вбиваешь рост, вес, пол, ну и там, сколько ты хочешь скинуть. И он тебя рассчитывает вплоть до того, что там вечером тебе нужно скушать 100 грамм грудки там и овощей, грамм 200, да. То есть тоже все, что нужно, это просто на самом деле дисциплина, ждать для того, чтобы дисциплина вошла в привычку, и все будет в порядке. В общем, все условия есть, было бы желание. Конечно, было бы желание. Владислав, расскажите, когда начинаются занятия и как попасть к вам в группу на занятия? Занятия у нас начинаются уже очень скоро, я не могу сказать точно дату. На самом деле мы вот недавно тренировались с ребятами, поняли, что пока еще прохладно. Все-таки заниматься спортом, тем более на улице, нужны хорошие условия, потому что ты разгоряченный, тем более к нам в группу приходят ребята от 12 лет, и простудиться очень просто. Мне-то, в общем-то, все равно я закаленный, я зимой в проруби купаюсь, и как бы для меня-то сквозняк это не страшно. Ну, нужно думать про ребят, которых мы тренируем, поэтому я думаю, что условно говоря, должны начать с хорошего потепления. Где-нибудь уже в конце мая, в начале июня у нас запустятся тренировки. Также, скорее всего, на открытие тренировок мы сделаем открытие сезона. Как вот в прошлом году у нас было на День молодежи, у нас будут соревнования по жиму лежа, естественно, по воркауту. Разумеется, мы проведем некую трезвую пробежку, как открытие соревнования, тоже небольшую, 3 километра вокруг площади, тоже, чтобы далеко не бегать. Вот, значит, гири у нас были в прошлом году, и, скорее всего, наши ребята из либо боксерского клуба, либо вот мы дружим с ребятами из клуба «Комбат» «Тайский бокс», они проведут небольшой мастер-класс, то есть такой большой спортивный праздник хотим сделать. Но, опять же, тоже пока дата неизвестна, в любом случае, будем всех ждать. Также хотелось бы рассказать про наши другие проекты, помимо тренировок детей. Мы, у нас как бы такой проект спортивного ориентирования, да, у нас есть еще спорт-туры, то есть это, значит, наш новый проект, мы его буквально в прошлом году сделали. Мы вводим ребят в поход, но походы, они такие, именно вот спортивные, да, спортивно-экологические, потому что вот недавно мы вернулись с похода, мы проехали 70 километров по Звенигороду, вот, но следующий у нас будет поход более простой, он будет пеший, в общей сложности с ребятами мы пройдем около 20 километров. Очень красивые места, это по Троицкам, называется у нас проект «ЖС Тур», то есть это развитие туризма на территории Московской области. Ну, опять же, тоже в будущем есть там желание и в Карелию куда-то смотаться, тоже походить, потому что безумно там красивые места, есть очень красивые и хорошие маршруты, тоже как бы и про спорт это все, но пока Московская область. Ну, сейчас, я думаю, очень актуальна Московская область, к тому же детям полезно очень сейчас показывать, что есть красивые места и где-то недалеко. Да, также в дополнение, почему я сказал, что отчасти это еще экологический проект, разумеется, когда ваш ребенок видит такую красоту, там, да, по поляне, просто желтый от количества цветов, там, и 50 оттенков зеленого, ему, наверное, не захочется там какие-то бумажки кидать вот во все это, поэтому это также, наверное, экологическое воспитание отчасти. Ну, конечно, когда видишь, что это не так далеко, и что это твое, и ты несешь ответственность за окружающую среду, конечно, да, потому что детям зачастую, они как бы постоянно в своих делах, в детских, им тоже нужно их вытаскивать, куда-то выводить, это здорово. А насколько можно неподготовленному человеку отправляться в такие походы или путешествия, потому что, я так понимаю, 70 километров – это на велосипедах, да? Да, это, конечно, на велосипедах. Это нужна какая-то подготовка, да? То есть, это не так, что я сяду и поеду. Да, определенно, поэтому, тем более, после зимнего периода, честно говоря, мне было тяжеловато, да, мы с ребятами пару раз останавливались на передышку, но поэтому у нас есть разного вида походы, это как пешие там, да, 10-12 километров, также мы на велосипедах ездили и 50, и 70, и вот в этом году в июле мы в первый раз поедем в поход выходного дня, именно двухдневный, едем в Смоленск покорять, тоже на велосипедах, то есть, у нас будет там ночевка в палатках на половине пути, и, соответственно, обратно мы поедем также на велосипедах. Я думаю, с Русланом мы точно присоединимся. Да, если будет два дня свободных, почему нет? Да, старт из Одинцова, да? Старт из Одинцова, да, до Смоленской области, до города Гагарина, где, кстати, родился и жил долгое время наш великий космонавт, и доезжаем до него, там, соответственно, у нас будет небольшая экскурсия, ну, у меня там родня живет по этому городу, соответственно, я хорошо смогу многое рассказать про него, вот, значит, и обратно, соответственно, также на велосипедах. Общая протяженность километража у нас получается около секундочку, сейчас я скажу, я, кстати, пока сам еще не считал, около 170 километров. Ну, это, опять же, за два дня, разумеется, вполне себе возможно. Прилично. Но тот, кто не подготовлен, да, кто первый раз, тому, конечно, рекомендую пройтись для начала с нами, вот, пеший поход. Вот, понять вообще, что это такое, нравится ему это, потому что, конечно, заниматься нужно тем, что тебе нравится по душе. Владислав, а где вы вообще получаете вдохновение, может быть, мотивируетесь, секреты мотивации? Ну, во-первых, я считаю, что человек, наверное, должен быть больше дисциплинированным, нежели замотивированным, потому что мотивация – это некий такой разовый толчок, и зачастую он проходит через какое-то время. Все же, если тебе чего-то хочется, то ты должен немножечко попотеть. То есть, опять же, да, чтобы заставлять себя некоторое время, это войдет у тебя в дисциплину, и далее дисциплина перетечет в системность. Поэтому, ну, я черпаю от того, что я просто считаю, что наше здоровье превыше всего, и чем потом тратить большие силы на лечение тех или иных болячек, гораздо логичнее делать так, чтобы они просто у тебя не появились, занимаясь собой, своим здоровьем, правильно же. Поэтому, ну, мне кажется, что логично вот именно, да, попотеть на тренировке, чем потом потеть над исправлением того, что ты не тренировался. Ну, в общем-то, да. Вот, все очень просто. Вот оттуда у меня и мотивация. Здорово, что есть какой-то командный дух. Если вот мы вернемся к воркауту, да, я так понимаю, это же люди просто выходят на улицу и вот такой группой занимаются разминкой, проводят, делают упражнения какие-то. А, кстати, какие упражнения на улице в основном? Ну, если на улице, разумеется, самое простое посоветовать ребятам заниматься тренировками собственным весом, ну, разумеется, да, там, это отжимания, брусья, подтягивания. Если человек не умеет подтягиваться, то это какие-то подводящие упражнения. Очень логично будет приобрести резинки где-то там в спортивном магазине и подтягиваться с резинками. То есть, это аналогия гравитрона в зале. Соответственно, если человек не умеет отжиматься, тут гораздо проще, можно отжиматься от, по поверхности, то есть, под углом. Соответственно, для начала ты начинаешь, как вот девочки отжимаются в школах от скамейки, когда тебе просто становится отжиматься от скамейки, соответственно, отжимаешься уже от горизонтальной поверхности. Также это различные кроссфит-комплексы, там, например, отжимания, 10 отжиманий, 10 бёрпи, 10 пресса. И, соответственно, делаешь эти повторы, пока очень сильно не устанешь. Пока можешь. Кто-то делает 10 кругов, кто-то делает 50. То есть, всё зависит от твоей подготовки. И, соответственно, продолжаешь, продолжаешь. Также можно разбавлять это бегом. Если, а, ну, гири, к слову говоря. У многих дома, кстати, от дедушек, от отцов. Это такой очень популярный в прошлом. В прошлом, да. Вид спорта. Можно также заниматься гирей. Тоже очень универсальный предмет, который тренирует всё тело. То есть, многие, да, очень несерьёзно относятся, к сожалению, да, к этому спортивному инвентарю. Но, на самом деле, это очень хороший элемент, который может тренировать там, да. Мышцы кора, соответственно, когда ты держишь сверху гирю, у тебя напрягаются все мышцы, которые поддерживают, в принципе, твой корпус. Это, естественно, и руки. Ты можешь приседать с гирей. И выполнять движения спиной. Точно так же, да, когда разгибаешься с гири, поднимаешься вверх, вот, значит, движения поясницей. То есть, в принципе, можно тренировать этим ей всё тело. Короче, я так понимаю, что даже если ты вообще не подготовлен, ничего не знаешь, ты приходишь, ребята тебе всё там расскажут. Всё расскажут. А вы так не сказали, как вас можно найти? То есть, я же не могу просто там прийти на площадь. То есть, как-то именно вот. Ну, тренируем мы три раза в неделю. В основном вторник, четверг, суббота. Потому что, естественно, мы берём один день выходной. Тренируемся в основном по вечерам. Ну, проще, наверное, найти нас в ВКонтакте. Это Мособлспорт. Группа «Спортивный волонтёр». Ну, или Владислав Родионов. Можно найти меня в ВКонтакте. Опять же, там я проконсультирую по каким-то более-менее базовым вопросам. Ну, или дам ссылку на нашу группу. У нас также есть тренер старший Николай. У него прям спортивное образование. Он может лучше проконсультировать в каких-то более тонких вопросах. Ну, и так-то тренируемся мы на центральной площади города Одинцова. Это вот у центрального стадиона. Там нас можно будет найти по вечерам. Опять же, вторник, четверг там. Или утром в субботу. Я думаю, это прям классное движение, чтобы приобщиться вот так вот три раза в неделю. Все, пора начинать. Фактически, да. К лету еще успеем мы с тобой. Определенно. Владислав, а приготовлено у вас что-то новенькое, чем вы порадуете? В этом году у нас будут в рамках нашего туристического проекта несколько новых маршрутов очень интересных. Опять же, я рассказал ранее, у нас будет первый маршрут двухдневный. В этом году у нас будут соревнования проходить. Так что новенького, наверное, не могу сказать. Ну, вот мы, ребят, сейчас ребятам подготовили новый комплекс тренировок под ГТО. Для сдачи ГТО, чтобы они были, чтобы они тренировались с нами, могли получать значки комплекса ГТО. То есть мы будем такой ступенечкой для того, чтобы они смогли получить этот значок. Ну, а там в будущем значки же дают и при поступлении какие-то плюсики и не только. Поэтому мы сейчас как бы решили сконцентрироваться на этом. Ну, это очень полезное нововведение. Конечно. Я думаю, что для детей очень интересно. Ну, и сам, да, комплекс ГТО, он достаточно непростой. И все было продумано для того, чтобы человек чувствовал себя прям хорошо. То есть, когда ты подготавливаешь к этим рамкам, сама по себе физическая форма улучшается гораздо лучше становится, чем до этого. Поэтому тоже было принято решение, что, в общем-то, это подходит очень универсально. Здорово. Ну, как, вдохновилась? Да, я очень вдохновилась. А ты, кстати? О, я думаю, да. Покарантировала. Да, очень. Даже если не выйду из окна, обязательно начну смотреть. Может быть, приобщусь со временем. С Дирикой из окна. Да, Владислав, спасибо огромное вам за беседу, что провели это утро сегодня вместе с нами. А вы, ребята, находите, записывайтесь, выходите на улицу, начинайте заниматься физкультурой. Будьте здоровы. Руслан, а знаешь, что еще есть в моем списке на день? Нет, ты что там, не на день, а на весь месяц придумала? Пока только на день. И еще один пункт – узнать все самое интересное о нашем округе. Это же отлично! Евгения Августина, наш корреспондент, подробнее расскажет об Одинцовском округе. Первые упоминания об Одинцово датируются 1627 годом, хотя доподлинно известно, что населенный пункт появился значительно раньше. Во второй половине XIV века Андрей Иванович Одинец получил эти земли от великого князя Дмитрия Донского. Считается, что именно поэтому поселение получило название Одинцово. В 1673-м Одинцово принадлежало Артамону Сергеевичу Матвееву, видному государственному деятелю эпохи царя Алексея Михайловича. Именно он построил здесь первую деревянную церковь во имя священно-мученика Артамона. Так деревня стала селом. История давняя, но по легенде именно благодаря этому сейчас на гербе нашего города изображен олень. Герб Одинцово изначально был другим, если посмотреть по истории, можно залезть в интернет и посмотреть там. Он действительно был другим, но наш бывший глава города решил поменять. Есть такая легенда, что, опять-таки, если рассказывать про нашу церковь, то, что она построена в честь священно-мученика Артамона, изначально она была деревянной. Так вот, есть легенда... Это вот нынешняя Гребневская церковь. Да, Гребневская церковь. Есть легенда о том, что у священно-мученика Артамона был спутник олень. Это очень красивая легенда, которая понравилась бывшему главе. И вот он решил в основу все-таки герба взять данную историю. Действительно, она очень красивая. Сейчас мы с вами находимся в центре города Одинцово. Вот наша любимая знаменитая баранка. Осторожил, вспоминает, что здесь когда-то раньше были карьеры, были пруды, в которых они купались. Вот действительно ли это так? Неужели вот в центре города был карьер? Да, действительно, это была карьера по добыче глины и песка, потому что Одинцово у нас богато еще глиной и песком. Собственно, как бы кирпичные заводы здесь стояли не зря, потому что здесь было большое производство, большое кирпичное производство. Основное, это было, конечно же, Василия Ивановича Якунчикова, потому что его поставки, его кирпич стоит даже постройка на Красной площади. Это государственный исторический музей, который был, собственно, построен из нашего Одинцовского родного кирпича. Нам есть чем гордиться. Да, да, да. То есть вот это тоже, на самом деле, очень интересная история. Но мы о ней поговорим в нашем библиотуре. Что это за библиотур? Расскажите про него. Ребята мы встречаемся около библиотеки. Далее мы следуем сюда, на нашу любимую баранку, и мы здесь разговариваем о том, какие были заводы кирпичные, о том, какие виды глины добывали. Потом мы с ребятами идем к зданию Купца Сороколомова. Это здание гостиницы. Там дальше располагались, останавливались перед Москвой, отдыхали, да, и, собственно, как бы ехали уже в саму Москву непосредственно. Там даже вот, если вы посмотрите на само здание, такие маленькие-маленькие-маленькие окошки. И там раньше были вот эти вот маленькие комнаты. Кстати, я там занималась музыкой. Вот, и когда занимаешься музыкой, там очень тонкие стены, и очень-очень слышно, что делают соседние... Это же мешает, наверное, музыкантам. Да, это мешает музыкантам. Если посмотреть на эти классы длинные, да, длинные и узкие, то там вмещается ровно там одна кровать на одного человека. То есть вот как-то так. Хостел такой современным языком. Вот, потом мы, значит, подходим к нашему историко-кровеческому музею, смотрим на него издалека. Как бы я рассказываю ребятам, что это здание построено примерно в 1787 году, то это вот именно и есть контора купца Якунчикова, в которую он приезжал, работал. Здесь производили поставки кирпича. Завод располагается близ железной дороги, да. Это, опять-таки, транспортное сообщение, транспортный путь. И когда, опять-таки, в Одинцово появилась железная дорога, стали развиваться все транспортное сообщение, это понятно, да. И, соответственно, деревня тоже вырастала в своих размерах, что, собственно, привело к таким красивым масштабам нашего замечательного города Одинцово. Далее мы подходим к вокзалу. У вокзала тоже есть своя история. Он построен в том виде, в котором мы его видим в 1900 году. Архитектор Кекушев. Проект был создан в 1889 году. Здание вокзала. Изначально оно было деревянное. И модернизация самого здания произошла в 1889 году. Воплотился проект в 1900 году. Значит, здание был первый. Комната для первого класса, для второго класса, для третьего. Ну и, конечно же, отдельная комната для интернаторской семьи. Потому что семья Николая II и вообще Романова, они очень любили путешествовать по железной дороге и часто останавливались в этих местах. Наши зрители точно узнали много интересного. А у нас по плану еще одна рубрика. Пришло время нашей постоянной рубрики про творчество. Полина Бахова расскажет что-то интересное. Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире творческая мастерская на ОТВ. Сегодня у нас в гостях Анна, мастер по гравировке и обжигу дерева. Вот такое необычное занятие. Расскажите, пожалуйста, о своем хобби, заделии и что мы сегодня будем делать. Обычно я занимаюсь изделиями из дерева. И в основном это серьги, украшения, кулоны. Также я изготавляю брелоки. Сегодня мы будем делать ключницу, которую я уже подготовила. Это у нас массив какого-то дерева. Это сосна. Сосна. Она уже заготовлена, она отшлифована и готова уже к обжигу. Сейчас я включу. Да, что нам для этого нужно? У вас какая-то специальная машина. Я вижу препарат. У меня выжигатель новый. У многих, я знаю, дома есть старого формата советский выжигатель. Я помню, как в детстве мы выжигали паяльником папы. Очень было такое занимательное. У вас специальное, да? Ну, да. Можно сказать, да, что специальный. Именно с советского все и началось. Я уже нарисовала предварительно здесь рисунок, который будет. Маленький домик. Маленький домик на холме. Так. Минимализм. Сейчас я буду приступать к обжигу. То есть мы включаем, и вот за счет горячего вот такого нагрева, да, у нас получается, прям как в детстве мы делаем досточку. Я помню, на 8 марта все делали у нас. Откуда у вас такое необычное занятие? Почему именно обжиг дерева? У меня был дедушка с Толером, и он привил мне любовь к дереву, научил пользоваться лобзиком. Ничего себе. Отпиливать древесину. И со временем это переросло в более изящные и декоративные вещи. Я когда училась на фотографа, я создала сама для Мольберта планшет. Рисовала на нем работы и создала клетку для животных. Ничего себе. Да, я совсем... Запах такой прям специфический, жженого дерева, очень вкусно. Глаза очень выедает, если честно, периодически. Надо на специальных очках, может быть, да, это все? Нет, нужно дуть. Нужно дуть, хорошо. Тогда дуйте. То есть получается все из детства, плюс у вас художественное образование, поэтому все это переросло вот в такое необычное творчество, потому что это встречается довольно редко на самом деле. Обычно у нас девушки шьют, вышивают, вяжут, а здесь дерево, обжиг. У нас рисунок рисуется заранее на поверхности деревянной, да? Да, самым обычным карандашом. Любой, какой мы захотим, да? Конечно. Или лучше все-таки минимализм, чтобы было удобно выжигать? Ну, у меня разные сложности были заказы. Ну, я решила сегодня показать вот такой вот очаровательный домик. Сейчас я его еще наведу чуть-чуть. Конечно. Вот, например, ключница у вас здесь тоже домик. Брелок. Брелок. Ой, это брелок. Ключницу мы делаем, а это брелок. Тоже похожий домик. Дерево. И потом он чем-то, видимо, обработан, да? Да, это мы будем в дальнейшем обрабатывать льняным маслом и специальной полировочной пастой, которую я тоже сама изготовляю. У меня все производство мое. Здорово. Все делаю сама. Пришли ко всему с опытом, наверное, и, скорее всего, методом был проб и ошибок. Да, да. Итак, мы сделали вот такой красивый домик, и теперь нам нужно зашлифовать. Зашлифовать для того, чтобы убрать вот эту смолу, которую выделило дерево во время обжига. Это сосна, и она очень свалянистая, поэтому нужно это счистить. Специальная шлифмашинка. Давайте. Это обычная шлифмашинка, я ее использую в работе, вибрационная, как раз для уже финишных работ. Так, давайте. Он стал мутный домик у нас. Очищаем. Не получился фокус. Сейчас. Смолянистая. Все, вижу. Сосна не дала все сдуть. Обычно я работаю с деревом, которое более сухое, это береза и яблоня, и она сдувается. Не выделяется только смолы, да, и поэтому буду снова жужжать уже гровером для того, чтобы сделать отверстия, на которых она будет висеть вот здесь, с обратной стороны, два отверстия, и вот эти отверстия для того, чтобы вкрутить уже крючки на самих брелков. Жужжите. Жужжу. Я так и говорю все время на своей странице, что я люблю жужжать, хочу жужжать. Это специальный тоже какой-то у вас оборот, который называется гровер. Увеличиваем мощность оборотов. Потрясающие у нас тут процессы происходят. Это мы сделали отверстие для крючков, сейчас я их буду вкручивать. Крючки эти я купила в обычном строительном магазине, поэтому это абсолютно не проблема. В свое время я тоже сделала ключницу, дома она у меня до сих пор висит, из реек. Мне захотелось сделать ключницу своими руками. Я купила рейки, распилила их. Я купила такие же крючки, все сколодила маленькими гвоздиками, разукрасила и теперь у меня ключница своими руками. Очаровательно. Все-таки женщин почему-то иногда тянет на такие мужские дела. Да, жужжащие инструменты, шуруповерты и делать красоту. То есть вот эти крючки, они просто вкручиваются обычными легкими движениями, не нужно никаких приспособлений? Но эти крючки нужно, прежде чем эти крючки вкручивать, нужно обязательно просверлить древесину, потому что она жесткая, она лопнет. Лопнет. То есть будет трещина и будет уже не эстетично, не красиво. При любой такой работе стоит взять сверло меньше диаметром, чем сам саморез, либо крючок. И подготовить для него отверстие. Конечно. У нас получается 4 крючка. Да. Какое самая любимая ваша поделка, так скажем, из дерева? Украшения или все-таки предметы интерьера? Украшения. Все-таки украшения. Украшения. Ну, они выглядят, правда, потрясающе необычно. Вот такой прям этно-стиль какой-то, да. И, во-первых, это из натурального материала. Выглядит просто великолепно. Спасибо. Я думаю, что все женщины с удовольствием бы одели такие серьги. Крючки я вкрутила. Сейчас я еще сделаю два отверстия для гвоздей, которые будут держать саму эту ключницу. Почему два? Потому что на одном она будет как качелька колыхаться, а на двух она будет более стабильная, статичная. Оно прям прожигает тоже, да, от, наверное, вращения. И это нужно подточить немножечко сверло. А, понятно. Уже затупилось, да? Так, заготовка, я так понимаю, готова? Она готова. И осталось сейчас покрыть маслом и полировочной смесью. Для этого я беру обычное льняное масло и, соответственно, буду покрывать. Хорошо. Почему именно льняное? Потому что… Потому что… Какой-то свой фокус есть. Да. Если хотите, можете не раскрывать секрет. Сейчас вы все увидите. Я, видимо, думаю, что это какой-то ваш фирменный такой секрет. Поменяла цвет. Да. Из-за этого? Да. Такой более мягкий. Более теплый. Да. Более теплый. Темный. Угу. Я люблю как раз-таки льняное масло именно потому, что оно придает изделиям темный оттенок. Вот эти вот серьги тоже покрыты… Давайте я вам что-нибудь хотя бы помогу в подделке. Давайте. Давайте. То есть мы просто… Давайте я немножко добавлю. Сначала на изделие, да? Угу. И потом просто растираем, да? Угу. Так немножко… Чуть-чуть силой. С силой. Втираем. Угу. Угу. Так. Круговыми движениями, не круговыми. Это не важно. Как вам нравится. Просто мы вот так вот покрываем поверхность. Все верно? Все верно. Сейчас я остатками ткани пройдусь по боковинам. Это еще очень хорошее влагоустойчивое средство для того, чтобы изделие не впитывало влагу и для того, чтобы его было проще чистить. То есть, если оно загрязнится, можно. А каким-то лаком не надо покрывать? Нет, я не использую лаки, я ластиком вытру карандаш. А, это ваши пометочки. Да, чтобы после масла. И просто покрываем льняным маслом и этого достаточно. Еще полировочной смесью для блеска, чтобы был блеск. Вот так вот. Итак, мы покрыли льняным маслом нашу ключницу. Она стала темнее, она стала более гладкая и как будто уже не самодельная вовсе, а как будто ее сделали на фабрике. И это что у нас такое? Это полировочная смесь, которую я изготовляю сама из чилиного воска и можжевелового масла. Почему именно вот такой состав должен быть? Потому что он дает очень приятный аромат на готовом изделии. И это уже такой рецепт, который я проверила. Но это не совсем мой рецепт. Это рецепт, который я позаимствовала у коллег. Но я просто добилась именно той консистенции, которая мне нужна. И что оно дает? Оно делает? Оно полирует. Полирует. То есть будет блеск, пропитывает аромат и дополнительная влагостойкость. То есть это прям вот такое вот эко-покрытие без химии, без всяких лаков. А ваши украшения, они так же покрываются или там немного другая? Да, так же. Все по той же технологии. Но я вижу, что вот эти серьги, они, например, коричневого цвета. Здесь, наверное, морилка или что-то еще? Здесь обжиг горелкой. А, другой немножечко. Это другая технология. Не точечно выжигателем, а именно горелкой. Я обжигала, потом снимала горелый слой и покрывала уже потом маслом для более темного цвета. Очень красиво. Теперь мне нужно это все втереть для того, чтобы это заполировалось. Еще сильнее. Давайте я вам опять помогу. Давайте. Говорите, как. Покажите. Держите, как вам удобно ткань. То есть мягкая ткань, да? Да, такая флисовая, мягкая ткань. Прямо сильно вот, как будто вы полируете. Ага. Добавится блеск. Чтобы он впитался, да, максимально. От трения нагревается. Воск и хорошо втирается в древесину. И также везде, все уголочки мы втираем наш состав волшебный, который Анна изготавливает сама. Долгий ли это процесс вот так втирать? Мы как бы вкратце покажем. Я думаю, достаточно. Все. А то я стараюсь. Я вижу. Так. Ну, ключница наша готова. Можно уже на нее повесить. Попробовать. Да. Как это будет функционально. Разрешите ключи? Ключи. У вас тоже и брелок у вас. Это с этого всего, с этого брелка все и началось. Ничего себе. Я сделал этот брелок и заразилась украшениями. Здорово. Вот такая ключница. Здорово. Спасибо вам большое, Анна. Очень интересно. У нас получилась вот такая вот ключница. Вы можете в такой же технике сделать и другие предметы, а также украшения. Руслана, у меня еще остались дела. Точно вспомнила. А еще у нас полезные советы от нашего эксперта Юлии Крюковой. Рубрика про здоровье. Доброе утро, уважаемые телезрители. И с вами я, Юлия Крюкова, в рубрике про здоровье. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, как начать утро бодрым и здоровым. А ведь на самом деле, доброе утро начинается с хорошего и качественного сна. Что же является залогом хорошего сна? Безусловно, это правильно подобранная подушка. Это хороший матрас, либо его отсутствие, для тех, кто любит спать на жесткой поверхности. Это отсутствие гаджетов перед сном. Это правильно подобранная музыка или медитация, которая позволит вам погрузиться в сон. Это мысли, которые мы с вами оставляем в прошедшем дне и настраиваемся уже с вечера на качественный сон. Я советую перед сном, за час до сна, подумать о том, как прошел ваш сегодняшний день. Подумайте, что вы успели сделать, какие планы вы наметили на следующий день. И ответьте себе на вопрос, а что я сегодня завершил? И ваш мозг отметит это, как маленький триумф. Обязательно эту технику используйте с вашими детьми. Расспросите их, как прошел их сегодняшний день, какие у него были мысли, какие переживания. Пусть он с вами поделится этим накануне, чтобы он не уходил в сон с тревожными мыслями. А хорошим инструментом для качественного сна, конечно же, у нас является эфирное масло лаванды. Как мы ее используем? Лаванду вы можете использовать в диффузоре. Наверняка на вашей тумбочке стоит диффузор, который вы наполняете эфирными маслами, способствующими релаксациям. К ним относится лаванда. Этот совет будет полезен всем тем, кто часто летает или ездит в командировки, перемещается или просто путешествует. У вас, скорее всего, есть подушка и эфирное масло, которое вам поможет качественно заснуть. В данном случае лаванда. Наносим на уголок подушки буквально пару капель. И когда вы будете лежать на подушке и вдыхать это эфирное масло, оно будет способствовать качественному, нежному, глубокому и приятному сну. Качественный сон – залог бодрого и доброго утра. Желаю вам хорошего, позитивного и интересного дня. Руслан, хочу сказать, что список мой на этом закончился. Наконец-то. В смысле, я хотел сказать, неужели так быстро? Я думаю, самое время пожелать нашим телезрителям прекрасного дня, удивительное рядом. Встречайте утро вместе с нами и узнаете много интересного. Всем пока! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова